здравствуйте друзья суббота но я еду в офис потому что у меня съемка там я надеюсь вам понравится сюжет наш а пока вот по дороге хотел поболтать вот на такую тему в пятницу вчера с утра когда мы были в прямом эфире там человек спрашивает как я отношусь к тому что вот какой-то там был отчет исследования типа и что калифорния на последнем месте по качеству жизни среди 50 штатов сша я честно посмеялся потому что но как бы бредовость этого всего совершенно очевидно и вы можете сказать ну как же но вот там кто-то какое-то исследование пошел почитать конечно я я сам не сталкивался вот но как бы сам по себе результат уже смешной понятно что на самом деле если исследования какие-то проводить и сравнивать да тут у нас есть 50 штатов и вы говорите вот в этом там лучше в этом хуже там и так далее но это же такой интегративный показатель вот качество жизни это как это что туда включается там доходы доступ к хорошему образованию здравоохранению и так далее вот что это и тогда уже дальше они начинают как-то значит размещаться там значит на пьедестале почета который у них там получился где калифорния на последнем месте у них на первом месте оказалась северная дакота если вы друзья не знаете где находится северная дакота то это о многом говорит во первых во вторых это прям вот там на канадской границе вы можете себе представить какой замечательный климат да вот этим покажу как у нас тут вот это вот пожалуйста кремниевая долина значит едем мы 3 марта вот представьте себе что сейчас в северной дакоте вот я я я за них рад но в общем значит это на первом месте а на втором и третьем у них миннесота и чё там еще вискансин вискансин это тоже вот там все на канадской границе озерный край болото комары рыбалка тайга можно сказать в общем можно жить хорошо и вот вы скажете так может быть это у них там воздух хороший дать там от лесов от болот людей нет так она как-то там вот чистенько не напачкали но на самом деле в этом исследование так хочется в скобки поставить исследование но пусть будет исследованием они критерии очень интересно определили там существенная роль ну как бы существенная доля отдается такой как бы общественной жизни вот насколько люди активно участвуют в выборах вот оказывается значит насколько активно люди участвуют вообще в общественной жизни вот там волонтерств всякое Ну и вообще как-то вот они так с соседями, как они, чтобы дружили там и так далее. Значит, надо сказать, что даже это исследование, которое вот с такими замечательными результатами, даже это исследование не смогло как бы Калифорнию обгадить по всем параметрам. Например, по, так сказать, бизнес-климату Калифорния оказалась на первом месте. Вот представьте себе, да, вам хочется, чтобы вот были возможности для развития, для бизнеса, вот тогда, так это на первом месте окажется Калифорния. Это не связано с качеством жизни. Ну, гораздо больше связано с качеством жизни, как вы с соседями, вот, ходите ли вы с ними там на рыбалку. Но здесь вот так. На 11 месте Калифорния оказалась по здравоохранению, что из 50 штатов совсем неплохо. Ну, ну, то есть совсем неплохо. Вот. С учетом того, что все-таки штат громадный там и так далее, и так далее. И дорого все, и так далее. То есть, как бы здесь дорого здравоохранение поддерживать. Значит, что там еще? Да. Я хочу сказать, что с точки зрения вот этой общественной жизни, тут интересная зависимость есть. Дело в том, что если ты живешь в очень населенном месте, такой с высокой плотностью населения, то там с общественной жизнью не так круто, как, например, там, где до соседа пахать и пахать. Вот на тракторе можете ехать или там на телеге, или там на автомобиле. И там люди настолько разобщены и настолько друг друга мало видят, что у них большая тяга к каким-то вот совместным действиям. Вот мы, например, были, когда это, в октябре, что ли, мы ездили в Вирджинию. И там, значит, ну, с друзьями мы там катались по разным местам. И там все время какие-то мельницы, на этих мельницах какие-то выставки художественные, какие-то волонтеры там собирают деньги на то или на сё. Какие-то козочки там выпасают козочек, тут же собирают деньги там на строительство чего-то там для глухонемых детей там и так далее. То есть там такая кипящая, бурлящая общественная жизнь. Если они не будут кипеть и бурлеть в качестве волонтеров, они вообще друг друга будут видеть раз где-нибудь в год. Может быть, в магазине столкнуться и всё. Потому что магазин у них один на всех. Поэтому вот такая, как бы, такая система критериев, то есть, никакой, чтобы работы толком не было, так, индустрии никакой не было. Чтобы были леса, озера, болота, речки, комары, поменьше народу. Вот. И, ну, как бы сказать, захолустье. Я, как бы, слово захолустье носит какой-то негативный оттенок. Это такое позитивное захолустье, радужное. Снежок, там полгода зима, полгода снег лежит. Может быть, может быть и восемь месяцев снег лежит. Я не знаю, там, как там у них на канадской границе снег лежит. Вот. Снег лежит там чисто. Собака, два ружья, в подвале 15 стволов, там, и так далее. Ну, в общем, можно жить. Можно жить. И вот это тот идеал, который заложен был в этой исследовании. Что-то я не вижу, чтобы рванула вся страна ни в Северную Дакоту, ни в Миннесоту, ни там, ещё куда. Я не против этих штатов, ну, никак. Они совершенно замечательные, потрясающие места. Но вот нет такого, чтобы все туда рванули, понимаете, там, где качество жизни вот такое. Вот так жить, понимаете. А всё-таки мы видим колоссальный приток людей со всей страны и со всего мира вот сюда. Вот мы с вами здесь едем, и вот сюда рвутся люди со всей страны. Здесь за последние пять лет вдвое повысилась стоимость аренды жилья. Вдвое повысилась стоимость самого жилья. Здесь зашкаливающие цены. И сюда едут люди. Поэтому цены зашкаливающие, что люди едут. Что-то такое же есть. Ну, вот. А вот эти, как сказать, ангажированные, значит, они обращаются ко всем остальным, у которых, ну, как бы, не в курсе люди. Вот. И говорят, видите, как хорошо, что вы не живёте в таком злачном месте, которое номер один в стране по бизнес-климату. А чё по бизнес-то? А просто по климату. Ну, вот просто. Ну, вот просто по климату. Друзья, не езжайте в феврале в Калифорнию. Езжайте туда, где ещё три месяца или четыре будет снег лежать. Вот туда поезжайте. И вы поймёте, какое классное там качество жизни. Что всем нам быть такими здоровыми, умными и как-то с хорошим качеством жизни. Да. В общем, счастливо. И никому не хворать. Я, собственно, подхихикиваю. Вы знаете, там, какое исследование. Молодцы, молодцы. Значит, мне нравится. Мне нравится, что есть такие исследования. Можно поболтать, посмеяться и так, как бы, сказать. Их, ма! Вот она цена всех ваших исследований. И, как бы... Собственно, остальное всё понятно. Как-то, знаете, есть такая фраза замечательная, там, про Василия Ивановича. Да, это твоя мать сказал Василий Иванович и грязно выругался. Вот у нас такое исследование в чапаевском стиле получилось. Счастливо!